С какой точностью измеряют углы школьники в обыденной жизни? Ну, какая-то там градус или половина градуса. Согласны? С какой точностью измеряют углы астронома? Ярный градус. Нет, нет. Ну, давайте посмотрим. Кто вообще знает, примерная величина Солнца на небе? Когда смотришь, сколько? 54 градуса. 54 градуса? Слушайте, вы понимаете, что 90 градусов – это вот так, а 54 – это чуть больше половины от этого. Представить себе, что будет такое Солнце, оно сожжет мгновенно. Кто скажет, величина Солнца, если на него смотреть? Вот на небе есть Солнце. Вот на небе есть Солнце, да, небозор. Вы с Земли смотрите, понятно, что у вас возникает вот такой вот угол. Да, вот этот человечек. Здесь у него глаз. Скажите, пожалуйста, примерная величина вот этого угла. Еще варианты? 35. 35. Отлично. Не больше 10. 10. Отлично. 15. Сколько? 180. 180. Что у вас будет, это если вы… Знаете, есть анекдот, да, что северо-корейский космонавт слетал на Солнце. Когда спросили, а как же он не сгорел? Ответ. А он слетал на Солнце. Вот. Понимаете, 180 градусов в музыке, это если вы, извините, прямо на поверхность Солнца. Правда, там особо нет поверхности, там все сложнее. Ну, в общем, это не судьба 100 градусов. Да. Ребята, то, что вы сейчас говорите, означает, извините, полный какой-то ужас в ваших головах. Просто какой-то абсолютный ужас. Да. Не знаю, сколько, но мне кажется, только секунда твое с угловой минуты. Ну, секунда. Секунда – это одна шестидесятая часть. Минут. Угловая минута – это шестидесятая часть градусов. Угловая секунда – это, соответственно, шестидесятая часть минуты. То есть одна две тысяча пустисотая часть, понятно, градусов. Поэтому не важно в каких единицах. Вы мне скажите все-таки в градусах, сколько примерно? Меньше градусов. Сколько? Меньше градусов. Меньше градусов. Еще варианты? Восемь. Да. Примерно двадцать километров. Два и пять километров. Замечательно. Ребята, если честно, я этот вопрос делаю вовсе на первый год на этих самых кружках. И ответы примерно всегда такие. Правильный ответ – примерно половина градусов. А теперь вопрос – почему большинство из вас называло какие-то версии типа десять градусов? Между прочим, я, как ни странно, знаю ответы на этот вопрос. Ответ очень обидный для вас, но тем не менее, имейте мужество его выслушать. Ребята, дело в том, что абсолютное большинство из вас – это… Дело в том, что мы исключили большинство из нас. Да и, собственно, и большинство населения в городах. Вы, в принципе, не привыкли смотреть на небо. Где вы видите солнце, где вы видите луну? Вы видите их обычно по телевизору. А теперь рассказываю, что происходит. Вы сидите у экрана телевизора. И вдруг там показывают оборотня. Луна во весь экран телевизора. И ужасное превращение. Профессор такой-то вдруг начал визжать, как волк. Помните, да? Вот. Замечательно. А вот теперь смотрим. Городской ребенок смотрит на этот экран. Это единственный раз в жизни, когда он видел луну. Что он видел? Он видел вот такую. То есть на весь экран телевизора, сколько там есть. И при этом он был около телевизора. Если он смотрел это на компьютере. Тогда его глаза в сорока сантиметрах от компьютера, и луна во весь экран. Естественно, тут закричишь, что 54 градуса. Сколько есть? То есть, ребята, все-таки небо отличается от экрана телевизора. Кстати, это была реклама астрономических наблюдений, которые начинаются с сегодняшнего дня и проводятся астрономическим институтом имени Штернберга. Я обязательно на страничку повешу. Хотя любой из вас может и сам обязательно зайти в интернете. Совершенно роскошные вещи. Они уже много лет подряд пускают любых людей смотреть в телескоп. При этом какие-то параллельно лекции по астрономии читают и так далее. В общем, роскошные, совершенно вечера проводят. Люди там абсолютно квалифицированные. Ну, в общем, там действительно самые милые и замечательные люди по вечерам. Насколько я понимаю, даже сегодня будет. Но сегодня вряд ли вам не интересно. В общем, надо заходить к ним на сайт, и каждый раз они пишут в очередной день, будет или не будет соответствующий. В общем, это все.